приветище это супролэнд 6 дюймов под миром и мы продолжаем прохождение этой увлекательной головоломки значит сюжет мы уже прошли кучу все пополняли 3 сундука у меня осталось ищем еще трофеи и ищем чувака который есть телепорт шары значит напоминаю кто следит не самого начала что эта локация была найдена после прохождения игры после титров после окончания собственной игры и вот мы сейчас здесь она убер крутая это локация потому что здоровенная и тут много всякого интересного например монеточки мы с вами нашли не я с тобой конечно соглашусь монеточки это не так интересно как сундуки поэтому надеюсь что мы найдем оставшиеся три штуки именно в этом подземелье а если не найдем то я фиг знает их искать это будет катастрофа просто а еще и балдеец двойного прыжка двойной прыжок это великолепно за счет у нас головоломка начинается кнопку нажимаем подаем электричество в оборванный проводок а кидаем сюда телепорт снаряд железный пускай он тут нам соединяет эти проводки соединяй говорю вот здесь лежи лежи отдыхай а я пойду сюда здесь тоже оборванный проводок я соединяю его своей пряжкой а если я отсюда сойду то двери закроются телепорт снаряд это плохая идея потому что он тогда отсюда исчезает надо чет придумать так мои кривые извилины мозговильные надо надо думать думать на думку придумать так как быть дерево а если я вот так вот сделаю силовая лучше проводит у нас электричество проводит вот гляди к интересно для чего вот эти трубы зачем они здесь нужны залезть в них все равно не могу ох ты какое место шикарное сколько здесь кристаллов но во первых мы соберем конечно же все монеточки монеточки блин там такой здоровенный мост даже интересно что там мы этот мост кстати видели в титрах тут еще один провод я вижу который ведет нас к трубе а как его интересно запитать чтобы его запитать нужно открыть вот эти двери короче там вообще геморро сейчас будет ясно что ничего не ясно ладно пойдем к мы наверное на мостик вроде как именно там показывали нам сундук когда титры шли нам показывали секретные места и именно на этом мосту был здоровенный сундук кстати детектор сундуков тоже нам показывает что где-то здесь что-то рядышком имеется так что мы вот совсем близко вот последняя монетка там заколоченные двери я вижу интересно интересно монета огромное количество трофей я вижу трофей наверху вон там на двери сейчас запрыгнем заберем его кубок так это мой это какой кубок то у меня 3 по моему до 3 кубок монеточка здесь их не успел телепорт на ряд туда закинуть сейчас попробуем еще и ничего не оставить монеточки есть тоже были монеточки не чуть-чуть очищи ты посмотри она и там он монеточка есть как туда забраться то только при помощи телепорт пушки надо подпрыгнуть и закинуть снаряд да это вполне реально главное не свалится влаву потом не скатиться есть я собрал я собрал я с чуть не скотился в лаву чуть джопости не поджег ну чё вроде все получается. Пока что все простенько. Но непонятно, куда дальше идти. Значит, 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 как нам быть? Пока собираю просто монетки и разведаю территорию. Вот это вот плохо. О! Галиник, челдобречек зелененький наш прекрасненький, который живет снаряды. Телепорт, пушки. Ладно, к нему мы сейчас сходим в гости. О, детектор как запищал-то. Где-то здесь, где-то здесь сундучок. Скорее всего, за дверью. Надо ее открыть. Это у нас прэк-панельку, которую мы можем активировать вот таким вот образом. Ну и что мы будем тут делать? Короче, да. Сундук вот здесь, за этой дверью. Детектор прям бесится. Вот эту кнопку нажимаем, и скорее всего откроется дверь. Ага, точно. Но если мы сойдем с кнопки, то дверь закроется. А телепорт-снаряд туда не залетает. Ты посмотри, невидимая стенка отталкивает его. Так неисправедливо. Это ничего. Ну а вы чего? Вы чего? Вы чего? Офигели что ли? Так, как бы мне быть? Если я вот так вот сделал, смотри. Телепорт-снаряд сейчас покатится, покатится, покатится. А я такой встаю. Встаю сюда. Ну давай же. Телепортируюсь и забегаю. Ого! Обдурили, обдурили систему. Значит, сундук обычный, небольшой. А вот монета здоровенная. Здоровенная монетища. Прикольно. Тут больше ничего нет. Я думал, тут что-нибудь будет крутое, а тут фигня какая. Ладно, пойдем к тому челдобряку сходим. Узнаем, что он тут здесь забыл. А, ну что он, как он тут? Он же телепортировался сюда. Может, сейчас историю расскажет. Прикольно. Привет. Эй! Ну что расскажешь? Ох, слишком мощно. Сфера переместила меня в место, которое называется 0-0-0. Это где такое? Здесь так жарко. Из-за этой атмосферы мне хочется острый, исходящий паром еды. У тебя есть такая? Ты что, не расслышал с первого раза? Так, ну, очень просто. Острую, исходящую паром сферу. Это у нас обгорелая сфера. То есть мы ее сейчас в лаву окунем. Давай, давай. Вот. И все. Ну, тут слишком просто. Даже думать-то не надо. На, держи, жри. Все идет. Опять куда-то телепортировался. А у нас тем временем появилась сфера металлическая. Она нужна нам была для того, чтобы нажать на кнопку. Но мы обошлись без этой сферы. Так, сфера. Да, вот она нажимала вот сюда на эту кнопку. Ага, работает. И я мог спокойно туда пройти. Хорошо, значит, мы без нее управились. Поэтому мы гении. Мы гении этого супралэндовского мира. Окей, попрыг панели. Давай посмотрим, куда она нас запрыгнет. Отправит. Ага, сюда. Но для чего? Смотри, здесь проходов больше нет. Кажется, я понял, для чего трубы. Угу. Угу. Вот. Трубы нужны были для перемещения. Значит, между дверьми и вот этими закрытыми. Ладно, будем проводить ток. Потому что без тока нам дальше некуда идти. Двери открываются. Здесь зацепиться не за что. А, ну электричества тут, соответственно, тоже нет. Провод сам по себе электричество не проводит, если он не разорван. Угу. Так, надо что-то придумать. Гениально надо что-то придумать. Короче, немножечко я тут потужился, потужился. И вот что придумал. Смотри. В общем, силовой луч. Я кинул туда. И он теперь придерживает дверь. Я могу тут пролазить. Мне обязательно нужна та сфера. Потому что та сфера, которую мы нашли, отобрали у того чувака, который жрет телепорт снаряды. Она металлическая. Она тоже проводит ток. Без нее вообще никак. Мне чисто не хватает элементов, которые проводят ток. Я, конечно, тоже могу проводить ток со своей пряжки. Но я должен перемещаться. Сейчас, надеюсь, все получится. Значит, вот эта сфера. Вот эта сфера. Куда бы нам ее поставить-то? Надо сейчас грамотно все расставить. И все. Значит, если я поставлю сюда. Кнопку нажимаем. Здесь все у нас работает. Берем телепорт снаряд. И ставим его сюда. Блин, а там тогда как проводить ток? О-о-о-о! Вот это разрыв шаблона. Давненько я так не встревал. Можно, конечно, силовая луч туда закинуть. Но... Блин, зачем бы его зацепить? Слишком далековато. Может, за знак? Я думаю, за знак должно получиться. Ну-ка. Чпинг. Да, получается. Но мне нужно здесь тогда телепорт снаряд свой оставить. И так оставить, чтобы он тут не скатывался никуда. А он скатывается за сранка. Такая маленькая, зелененькая. Блин. Как же быть-то? Куда бы тебя поставить? Напоминаю, что куб я не могу использовать, чтобы придерживать телепорт снаряд. Потому что он кнопку удерживает. Которая подает ток. Короче, надо что-то думать с этой сферой. Я думаю, что она нужна нам за вот этими воротами. Мы сейчас туда перелезем. И там эту сферу оставим. Потому что... Потому что... Сейчас поймешь, почему потому что. Отличный ответ, да? Почему? Да потому что... Обожал этот ответ всегда. Значит, сфера нам нужна исключительно для того, чтобы она вот здесь вот перемкнула вот эти вот проводки. А я встану там со своей пряжкой. И буду проводить ток через себя. Остается только сферу здесь грамотно расположить, чтобы она не укатилась. Потому что тут очень неровная поверхность. Очень неровная. Пять минут мучений. Вроде бы он там как-то так медленно скатывается. Должен успеть. Должен успеть. У меня тут все уже подготовлено. Я встаю сюда. Цепляем силовой луч. И все должно сработать. Давай же, давай же, давай же, давай же. Да, кажется, получилось. Кажется, получилось. Ну что ж, такое-то все обрывается. Слышал этот звук? Мы открыли. Мы открыли эту трубу. Ура! Лилуй, все сработало. Пойдем смотреть, что там дальше. Наверняка я снова встретим этого чудака, который живет телепорт снаряды. Я уверен, он будет нам встречаться на протяжении всей этой головоломки. О! О! Забираем. Здесь снова у нас имеется выход. Картон поджигаем. Хорошо, что есть огненная пушка. Почему-то сканер сундуков очень-очень-очень нервничает. Прямо где-то тут рядышком что-то имеется у нас в виде сундука. О! О! Сундучело! И что же там? Что же там? Монетка. А сейчас мне нужно как-то отсюда выбраться. Если я сделаю вот так. Нет, это плохая идея. Мне просто нужно сделать трамплинчик из суперлуча. Хотя пофиг на него. А может и не пофиг. Давай все равно сделаю его здесь. Прыгаем. Он здесь как никогда лучше подходит, этот трамплинчик. А вот и ты. А вот и ты. Даже не знаю, куда меня забросило в этот раз. Какое-то футуристическое место. Теперь я чувствую себя немного другим. Так ты в женщину превратился, чувак. Говорят, чтобы я вновь стала собой, мне нужно съесть что-нибудь оранжевое. Есть идеи? Ну, морковка. Все, что мне приходит сейчас на ум, это морковка. Которая есть на поверхности. Но мы-то сейчас с тобой под землей. Даже не знаю, как. О, трамплинчик. Мы попали внутрь. Я вот это. Да, наконец-то. Я этот кубок смотрел вот за этим стеклом. Все понятно, где мы находимся. Но проблема в том, чтобы открыть вот эти двери, нужно поставить кубик. Хе-хе-хе. Подстава. А выбраться наружу мы не можем. И придется обратно идти по этому туннелю, чтобы вылезти наружу. И поставить этот кубик. Как это басратушки полные. А подожди. Надо вернуться обратно. У меня есть крутейшая и крутейшая идея. Чтобы потом обратно сюда не бежать через всю вот эту подземную туннельную историю. Мы сейчас, смотри, что сделаем. Возвращаемся обратно. Давай, подтягивай нас. Тревесиночка. Я здесь сейчас оставлю телепорт-снаряд. И просто потом подойду сюда и телепортнусь. И все. Чтобы не бежать эту километровую эстуфету. Километровую трассу. Вот тут телепорт-снаряд. Будь и никуда не скатывайся. Если он скатится, то может телепорт-пушка не сработать. А я возвращаюсь. Сейчас мы воспользуемся трубами, на которых было написано EXIT. И узнаем, куда же они нас выкидывают. Хотя я так знаю. Самое начало. Они сейчас нас выкинуть должны. Через темные туннели пролазим. О, монетку. Как это я тебя тут упустил? Надо все забрать. До последней монетушки. Вот она труба с EXIT. Выходим. И я очутился. Где я очутился? Да, в самом начале. Отлично. То, что нужно. Так, если я туда спрыгну, это я в подземку убегу. А мне нужно вот сюда выбраться. Ну, давай. Силовой луч. Выкидывай нас. Ага, здесь мы впервые встретили этого пожирателя телепорт-снарядов. Чудесно. И вон он выход. Все, здорово. Довольно быстренько мы сюда добрались. Хорошо, что эти трубы с EXIT тут есть. А то бы реально бежать пришлось весь туннель. Значит, вот она эта дверь. Здание слева, где мы были. Вон там на окошке телепорт-снаряд наш лежал. Сейчас я проникну в соседний сарай. При помощи... Блин, снаряд-то я не могу использовать. А если я силовой луч использую? Ну-ка. О, да. О, да, о, да, о, да, о, да. Кидаем, значит, кубик, который откроет нам там двери. Минуту. Все заработало. Все идеально. Волшебно. Перфектно. Теперь фитиль бежит туда, бежит, бежит, бежит. Вроде я здесь ничего не забыл. Цветок. Кстати, цветок можно использовать как оранжевый цвет. Хотя это желтый цветок, но... Ладно, что-нибудь сейчас придумаем. Значит, телепортируемся. Сейчас откроется здесь дверь. Во, мы вошли, мы вошли. Что ты нам скажешь? Нашел хотя бы один из десяти спрятанных трофеев. Пока добирался сюда. Не, не, не... Да ладно, пока добирался сюда. Не. Вот, кстати, красильная машинка у нас, которая нам поможет покрасить снаряд. Осталось только найти что-нибудь оранжевое. Конечно же, у нас есть морковка и... Возможно, цвета... О, сверху сколько тут монет-то, ё-моё. Всё, забрать ничего не оставим. Обалдеть. Они тут их везде подраскидали. Этих монеточки. Дибинь, дибинь. Сундуков тут вроде нет, детектор не пищит. Нам ещё нужен красный снаряд. Давай вначале мы снаряд в красный перекрасим. Кладём его сюда. Он, правда, не очень хочет здесь лежать. Теперь красим. Нажимаем на кнопку. Всё, снаряд красный у нас имеется. Для чего это, мы сейчас выясним. Нам осталось только забраться наверх. Там для него как раз есть красный паз. Паз, паз, паз. Ну же. И... Баскетбольное прошлое даёт, если безнадь. Запрыгиваем. Вот он, этот паз. Вставляем в луночку. Двери открыли. А-а-а. Вот оно, что ж шикарно. Всё, у нас теперь тут есть цветы. Значит, берём цветочек. И он как раз-таки оранжевый. И всё. Мы сейчас его перекрасим. И нашего чудилу накормим этим оранжевым цветком. А-а-а. Оранжевым снарядом. Телепорт пушки. Так, кидаем. Хотя какой-то жёлтый цвет получился, да? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Снарядик, куда ты убегаешь? Ступы. Ступы. Кладём его сюда. Нажимаем кнопку. И я... Я перекрасился, нет? Да, я тоже теперь оранжевый. Хо-хо. Я оранжевый, я оранжевый. Значит, всё. Снаряд у нас тоже оранжевый. Это балдёжно. Нам осталось только проникнуть вниз. Вниз. Чё, обратно бежать к подземке, что ли? А, не. Вот у нас же вот тут вот лаз был. Да, мы же открыли эти двери. Теперь мы спокойненько можем здесь спуститься. Эй, чудила. Я бегу к тебе. Я бегу к тебе. Вот тебе оранжевый снаряд, держи. Намного лучше. И он снова испарился. Но куда? Куда на этот раз? Прям дико интересно. Скорее всего, он где-то в здании, потому что пещерта закончилась. Он меня сопровождал на протяжении всей пещеры. Может быть, где-то за этой дверью он спрятался, а? Ух ты, гляди, какое там всё фиолетовое. И монеты тоже там фиолетовые были. Ха, странно. Я таких монет ещё никогда не видел. Не знаю, как туда проникнуть. Там нужно нажать кнопку изнутри. Поэтому я вообще без понятия, как это сделать. Как туда попасть? Ну, расскажите мне, как туда попасть. О! Зелёный челдобречек. Вот ты здесь прямо. Он, кстати, пожирнел. Ты заметил? Он стал пухляшом. Конкретным пухляшом. Он стоит там. А я знаю, как сюда пройти. Я знаю, как сюда пройти. Сейчас мы туда попадём. Дилибаба, я тут закончил. Я иду к тебе. Иду прямо к тебе. Я тут, когда первый раз попал в эту локацию, я заметил, что тут у нас есть, вон, щель. Хотя это не щель, это прям полноценный проход. Всё, мы здесь. Здорово. Повторяю ещё раз. Чё ты повторяешь? Вау. Ты устроил мне настоящий шведский стол. Теперь уж у меня точно не будет проблем с нажатием на кнопок. Ааа, точно. Всё началось же с того, что он не мог на кнопку нажать, потому что был тощим. Ну да, ну да. Мой дом совсем рядом, вон там. Вещи, которые мне нравятся, словно бы приближают меня к дому. А мой любимый цвет поможет мне попасть внутрь. Ну и твой любимый цвет, это, конечно же, оранжевый. Правильно я понимаю? Хотя нет, подожди. Оранжевым мы тебя накормили. Его любимый цвет фиолетовый. Точно, потому что когда мы видели там фиолетовые монеты, фиолетовый кристалл, да-да-да, его любимый цвет это фиолетовый. Как насчёт морковки, кстати? Я ему ни разу морковку так и не предложил. Хочу её предложить. Чё он скажет? О, вернулся. Чё, чё, чё? Чё он говорит? Эта штука не в моём вкусе. А, нет, эта штука не в форме яблока, он говорит. Всё понятно. Ну что ж, в таком случае нам нужно сферу перекрасить в фиолетовый цвет. И вопрос решён. Вообще без проблем. Значит, вот у нас фиолетовый. Хотя тут какой-то красный цвет получился. Может куп использовать? О, вот это фиолетовый. Вот это другой разговор. Всё, тогда, значит, закидываем сюда шарамбу. Шарамба. Настал час икс. Красим тебе. Какой приятный цвет. Забыл шарик. Минуточку. Ну всё. Мне кажется, сейчас будет истинная финалочка. Я вот прям чувствую, что там последний сундук. Мы его откроем и там будет то, что нам нужно. Надеюсь, это сработает. Да! Он телепортнул сюда, нажал кнопку и открыл нам дверь. Сейчас мы выясним, что же там за этой главной дверью. Хотя это не совсем главная дверь, это второстепенная. Но всё равно очень любопытно. Учитывая, что там фиолетовые монеты. Это прям очень интересно и необычно. Наконец-то! Фиолетовый шар вернул меня домой. Но я застрял в этих чёртовых джунглях на 26 лет. Нифига себе, 26 лет путешествовал, что ли? Или что ли как? Что ж, как я и обещал, вручаю тебе моё сокровище. Ну давай. Да-да, транслокатор всё это время был у меня. А зачем ты мой тогда телепорт снаряды жрал? Но мне нужна была твоя помощь. Я был так голоден. Не мог же я есть свои собственные шары. А почему бы и нет? Они всё равно бесконечны. То есть мои ты мог есть, а свои не мог. Вот странно как. Всё прошло впустую. Прими мои извинения. Та-дам! Бывай. И он исчез. Так, обычные монеты, просто покрашенные в фиолетовый цвет. Они ничего больше не дают. Ух ты, какой трофей здоровенный. Ягодку есть я не могу, потому что фулл здоровье. Здоровенный трофей. И вот это что такое? Детектор трофеев. Ууу! За 500 монет. То есть не зря я монетки собирал. Единственное, единственное, ну, конечно, кубок-то мы собираем. Мы не нашли последний сундук. Я был уверен, что он где-то здесь, но его здесь нет. Получается, что мне остался один сундук и ещё пять трофеев. О, поиски продолжаются. Короче, нашёл я последний сундук. И ты не представляешь, куда его затолкали. Это просто... Как додуматься до этого? Я бы даже никогда туда не залез просто так, если бы не детектор. Короче, смотри, нам нужно сейчас вот об эту деревяшечку взобраться на самый верх карты. На самый возможный верх карты. Вот эта деревяшка, это вообще ограждение. Игровое ограждение, которое ограждает нас от внешнего мира, где живёт человек. Значит, и мы запрыгиваем вот сюда. Как ты можешь заметить, что мы очень высоко. И вот тут вот где-то сундук спрятали от нас. Чёрный сундук. Прикол. Что же здесь у нас? Прыжок плюс один. Да ладно. И достижение все сундуки. Наконец-то мы собрали все сундуки. Теперь у меня прыжок плюс три. То есть я могу два раза дополнительно прыгнуть. Это обалденно. Ну ты сам видишь, да, на какой мы высоте. Рядом с ведром. В котором мы в прошлой серии нашли тоже сундук. Всё. Возвращаемся обратно. Ищем оставшийся трофей. И носим. Заканчиваем супралэндом. Детектор трофеев показывает нам, что где-то здесь. В здании, где жил тот зелёный из Лебоба. А, так вот. Именно здесь хранится трофей. Вот тут вот местечко есть. Да. Есть ещё один трофейчик. Продолжаем поиски оставшихся. Вернулся под землю рядом с мостиком. Оказывается, здесь вот тоже есть. Смотри. Тайная локация сверху. Если мы прыгнем от трубы наверх. Здесь трофеечек у нас был. Всё. Возвращаемся вниз. Вон прыгпанель. Слева от нас мост. Сфера, которая нам помогла открыть трубу. И детектор нам показывает, что где-то здесь есть ещё трофей. Но где бы он мог быть? Так. Сюда улетаю. Детектор показывает, что здесь не может быть. Слишком далеко. Где-то наверху. Где-то, где-то вот здесь. Вот рядышком. Где-то... Стопэ, смотри, какое отверстие. Надо туда запрыгнуть. Мало ли. Ага, попался. Попался негодник золотой. Итак, сколько же мне трофеев там осталось? Сейчас посмотрим. 9 из 10. Последний трофей. И куда же его спрятали от меня? Где-то здесь. Где-то здесь показывает нам детектор. Мы в самом начале пещеры. Походу нам вот сюда. Смотри-ка. Да. Кажется, здесь. Может, туда снаряд закинуть? Это сложно, конечно. А снаряд что-то не пускается туда. Что за дела? О, запустил все-таки. Есть тут что? Блин, тут очень тесно. Тут даже кубик поставить негде. Не, походу, здесь нет трофея. Это какой-то... Это какой-то... А, я сотри про... Вот ты где-то спрятался. Я нашел все трофеи. Я нашел все трофеи. Ты прикинь. Ты прикинь. Всех нашел. Всех. Балдежно. Полное удовлетворение. Достижение называется. И на этом, наверное, пожалуй, мы и закончим. Весь Супроленд мы прошли. Все собрали. Все, что можно. Так что я официально заявляю, что прошел игру на 100%. Ну, а если тебе понравилось, то ставь лайк. Не забывай подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых игр. Ну, и, конечно же, ждем продолжения по Супроленду. А на этом все. До встречи в новых роликах.